Всем привет! Сегодня снимаю новое видео и в этом видео я буду показывать как шить вот такое платье Цкань вы видели в предыдущем видео где я показывала все покупки и сейчас я покажу какие детали понадобятся и начнем шить Итак нам понадобится две детали деталь вверх и деталь юбки она одна детали вверха состоят из двух частей абсолютно симметричные у меня они заколоты как при раскрое было чтобы не расходились все срезы так как нужно совершенно все симметрично и первое что мы делаем мы обрабатываем получается пройму и горловину для этого шириной шва 5 миллиметров ставя закрепки в конце в начале строчки мы обрабатываем по кругу вот так получилось сейчас мы сможем убрать иголочки так как они уже больше не нужны и мы будем обрабатывать 4 вытачки укладывая лицо с лицом закрепки в конце в начале строчки ширина шва 5 миллиметров все 4 вот так вытачки уже выполнила нам нужно вывернуть наш верх для этого сначала мы рассекаем швы на изгибах чтобы когда мы вывернули красивее выглядело и выложилось вот таким образом пару миллиметров в миллиметрик буквально до строчки вот так получается и сейчас нам нужно вывернуть так как это меньше чем мои пальцы выворачивать неудобно я буду пользоваться пинцетом самым обычным и делаю я это так я зажимаю ткань и как бы проталкиваем так получается намного удобней так же самое со второй стороны выпрямляем все шовчики готово и сейчас мы будем обрабатывать боковые срезы для этого укладывая таким образом лицом с лицом и уравнивая шов и верхние срезы 5 миллиметров ширина шва мы прошиваем и так мы делаем с обеих сторон и вот я сделала так выглядит внутри нам надо будет сейчас закрепить вот это все уравнивая каждый срез на 1 миллиметр от края просто это закрепочная строчка чтобы потом было легче пришивать к юбке и пришивать застежку верх двойной потому что у меня ткань хлопок и она сыплется и из нее не так хорошо шить как из трикотажа не выкладывается все срезы вот такие изогнутые так получается вполне симпатично и так сейчас я сделаю на миллиметр закрепочную строчку и мы будем делать юбку вот так получается строчку не видно наверное сливается как я сделала тут не 1 миллиметр мне где-то 2-3 миллиметра но так как шов 5 миллиметров все равно строчку потом шва уйдет так сейчас мы начинаем делать юбку для этого низ мы обрабатываем подгибаем на пол сантиметра и прострачиваем а верхний срез буквально 1-2 миллиметра от края мы прокладываем строчку для того чтобы сделать потом оборку так сейчас я сделаю покажу и вот я выполнила и сейчас мы вот эту строчку которую прокладывали для сборки вытягиваем одну нитку и создаем вот такую оборочку и для этого нужно так же сейчас посмотреть длину длина должна быть по длине полочки у меня одинаково и так сейчас находим лицо лицо в принципе та сторона которая нам больше нравится и укладывая лицо с лицом юбку и полочку мы прокладываем строчку на 5 миллиметров после чего когда прошьем вывернем прокладываем строчку на 1 миллиметр я наверное провожу по стороне верха и сейчас мы будем пришивать застежку у меня это липучка у нее длина 3 сантиметра ширина где-то пол сантиметра так когда лежит лицом кверху все наше платье мы пришиваем липучку которая колючая вот таким образом одной строчкой миллиметр от края по всему квадрату и сейчас пришиваем вторую часть которая не колючая для этого переворачиваем изнанкой кверху и подгибаем наш край буквально на полсантиметра и от вот этого уголка прикладываем липучку чтобы было на одном расстоянии чтобы не было потом когда мы будем закрывать платье вот этот шов и наша липучка выйдет на разной длины то есть если мы пришивали тут край к уголку и когда мы подворачиваем от этого уголка мы отталкиваемся вот и пришиваем также одной строчкой по квадрату но вниз мы выходим буквально на сантиметр-полтора вот так получилось у меня где-то сантиметр, наверное я вышла ниже в принципе получается на одном расстоянии итак сейчас мы закроем платье для этого соединяем лицо с лицом наши швы срезы и уравнивая по низу ширина шва 5 миллиметров мы прошиваем до нашей липучки будет примерно вот такое расстояние этот уголок можно высечь таким образом и уже выворачиваем платье итак, когда я застегиваю то липучка и шов у меня на одном расстоянии сейчас мы примерим на куклу получилось такое платье если вам понравилось видео ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео выкройки ко всем видео моим будут в группе в группе в описании канала всем пока-пока в последний день пока-пока прокое бога м м м ты м ты в